Вот в психике человека существует три, в психической структуре человека существует три основные структуры. Веды говорят, что психика человека, она живая. Это не просто комбинация нервных импульсов, а это как отдельное тело, психическое тело его называют, линго-шариром на санскрите. Санскрит это язык вед. То есть это тело, и причем это тело, психическое тело, не умирает, когда умирает грубое тело. То есть один интересный такой человек, доктор Моуди, почитайте его книгу, называется «Жизнь после смерти». Он профессор, доктор медицинских наук, он исследовал пограничные состояния и свою работу проводил с сердечными больными. То есть эти больные, некоторые из них входили в состояние клинической смерти. И все, кто входили в это состояние, примерно 150 человек, я не помню уже точную цифру, но примерно так. Из них человек 40 помнили себя в тот момент, когда не работал ни кардиограф, ни осиллограф. То есть не было никаких оснований считать, что человек может вообще что-то воспринимать, потому что это была чистейшая клиническая смерть. И так как все датчики стояли синхронизировано, то не было никаких сомнений по тому, что этот человек давал вид сверху. То есть он говорил, что он видит себя и всех хирургов сверху. И о чем они говорят, что происходило в это время, в течение 5 минут, пока у него была клиническая смерть. Естественно, что этот человек давал показания, когда его уже возвращали к жизни. Ну то есть идея заключается в том, что эти все показания указывают на то, что человек вовсе не чувствовал, ну то есть вовсе не пропадал. Ну то есть наоборот. Он в какой-то момент начинал ощущать себя, приходил в сознание, но уже над собой. Это совпадает с описаниями древних физических трактатов, там именно как раз и рассказывается, как душа выходит из тела вместе с психикой. То есть она не одна выходит, есть душа, а есть еще психическое тело. И она выходит из тела именно вот так, вместе с ней. Пока она выходит из тела, она себя не помнит, а когда выйдет, она себя вспоминает. Но уже снаружи. Вот поэтому Висоцкий и пел, когда он познакомился во Франции с ведами, с Бхагавдгитой, он потом придумал песню. Хорошую религию придумали индусы, когда отдав концы, не умираешь насовсем. Но, кстати сказать, все религии об этом говорят, что когда отдав концы, не умираешь насовсем. Ну то есть и христианство, и иудаизм, и мусульманцы, все так считают. Все религии, веры так считают, не только индусы. Вот. И идея в том заключается, что вот в этом психическом теле существуют три части. Первая часть называется остов психический, или та часть, в которой находится наше настроение, наше мышление, наша судьба, там находится чувство человека, то есть мы, чувство, есть органы чувств, допустим, глаза это орган чувства, а есть еще чувство, оно имеет психическую природу, и чувство зрения не умирает, то есть человек видит потом себя сверху, как будто бы теми же глазами, но на самом деле это уже тонкое зрение, не грубое, а его глаза закрыты в это время. Ну то есть есть чувство, есть органы чувств, еще надо это различать. К уму человека, или тонкое тело, тонкий психический остов человека, или как так же говорят, манос, или по-русски ум, то есть, видите, даже есть русский термин на это, на части этого тонкого тела. Уму принадлежит ощущение, вот, все ощущения восприятия, которые мы имеем, допустим, я думаю, у меня есть настроение, у меня есть ощущение, я чувствую, вот. Это все деятельность ума, и он же дает энергию всем внутренним органам, то есть он соединяет грубое тело с тонким телом, и все органы нашего организма питаются этой энергией. Часто говорят, у меня что-то здесь плохо, человек говорит, у меня вот здесь плохо в печени, его абсолютно никакой болезни нет, но ему плохо вот здесь. Плохо означает, не хватает там психической энергии. То есть, эта энергия ума не поступает по каким-то причинам, туда достаточно. Или человек говорит, у меня вот здесь плохо. То есть, вот это плохо ни один врач диагностировать не может. Там ни спазмов нет, ничего. То есть, это, ну, предвестники болезни, потому что, ну, психика, человек не снабжает достаточно организм энергией счастья. Эта энергия на санскрите называется прана. Ну, то есть, если не хватает этой энергии, человек становится больным. И поэтому, психика или тонкое тело ума, или остов психический человек постоянно занят тем, что он ищет энергию счастья. Каждый человек хочет быть счастливым, потому что эта энергия идет не только на наше тело и делает его здоровым, а также она идет и на наши отношения, потому что, согласно ведам, психика человека или вот это тонкое тело ума, оно не заканчивается на мне. Вот сейчас мы беседовали с одной женщиной, и она рассказывала, что она не может забыть про своего мужа, который ушел от нее. И вот эта вот память, это функция ума. Память на самом деле означает, что человек имеет контакт с кем-то. То есть, сама по себе память означает, это как щупальцы, которые ищут этот контакт. Функция памяти никогда не иллюзорна, она всегда включается предметно. Допустим, если кого-то помню, значит, я с этим человеком контактирую. Другое дело, чувствует он это или нет, осознанно, это уж другой вопрос. Но сам по себе контакт существует однозначно. Между людьми существуют определенные связи. Эта связь находится в области сердца. И поэтому, даже мы в песнях это выражаем, эту мысль, но в целом до конца не понимаем. Ради высокой любви мы обязаны Помнить, что с нами пожизненно связаны Нитью незримою, нитью незримою Наши любимые То есть мы связаны. Как это определить? Допустим, очень просто. Это нить незримая означает, это такая психическая структура, через которую идет энергия счастья от одного человека к другому. И допустим, мать переживает о своем ребенке, потому что он болен. Это значит, что энергии счастья, подсознательной энергии счастья не хватает для того, чтобы вылечить его болезнь. То есть болезнь означает нехватка энергии счастья. Как только человеку не хватает, он бьет тревогу и сразу от всех родственников идет эта энергия ему. И допустим, два варианта, вот сейчас будете поднимать руки. Есть мамы, которых заболел ребенок, но у них нет беспокойства. Они не чувствуют беспокойства, чувствуют, что все будет нормально. Поднимите руку. Кого так? Это значит, что болезнь не сильная. Вот вы уже прошла диагностика и она пройдет быстро достаточно. Второй вариант. Ребенок болеет и у мамы есть сердце беспокойства по поводу этой болезни. Поднимите руку. Кого так? Это значит, что надо прилагать усилия. Значит, болезнь более тяжелая и вашей энергии счастья для него не хватает. Или допустим, у вас есть беспокойство по поводу вашего близкого человека. Что-то с ним не так. Это значит, ниточка началась рваться. То ли это так подействовала судьба, то ли он начал гулять, сразу понять невозможно. Но человек, если чувствует, что он теряет человека, как будто что-то происходит такое, вроде бы все нормально внешне, но в сердце я чувствую, что что-то не так. Это значит, что на этой уровне ниточки, а то она никогда не обманывает, происходит процесс разрушения. Видите, есть такая ниточка незримая. Все люди это знают, но до конца не понимают, как это работает, потому что анализа такого научного, к сожалению, пока никто этого не делает. Ну и в общем-то, может быть, и нет возможности. Потому что психическое тело человека невозможно никак измерить, хоть это и пытаются сейчас сделать. Потому что энергия, которая является энергией ума, она настолько тонка, что ни одна волновая система, ни одни волны никакие не могут даже близко приблизиться к ней. И то, что сейчас, допустим, ауру человека измеряют, это всего лишь контакт энергии ума с грубым телом. Во время контакта происходит волновой эффект. Вот, и этот волновой эффект сейчас все измеряют, и на основе него говорят, у тебя вот аура такая, это значит, что только у тебя сил. И это все полный бред. Потому что сама тонкая энергия ума, она настолько тонка и настолько могущественна, что людям даже не снилось. Если бы действительно волны могли влиять на ум, тогда мы бы уже все были безумцами, потому что волны настолько плотно сейчас существуют в атмосфере, из-за мобильной связи там и так далее, что просто человеку невозможно было ни думать, ни иметь настроение какое-то. Он был полностью подавлено, но на наше настроение и на наши мысли эти волны электромагнитные вообще никак не влияют, потому что энергия ума в миллиарды раз тоньше, чем эти волны. Итак, мы связаны с окружающими людьми, вот этими нитями незримыми. У нас есть судьба. Судьба это такая штука, которая нас напрягает все время. То есть у нас внутри есть глубинная память о том, что мы делали в этой жизни или в прошлых. Человек живет не одну жизнь. Это, может быть, я не буду сейчас вам это доказывать, но мы вечные существа. Это легко понять, потому что человек в принципе не верит, что он умрет когда-нибудь. И поверите, это просто невозможно. А если какой-то человек говорит, что меня не будет когда-то, то он сам, похоже, в это не сильно верит. Ну, то есть мы вечные, мы не можем быть, не быть. И это чувствуется в сердце. Поэтому человек и не хочет умирать, потому что это чужда сама идея для него. Просто жизнь идет циклами в этом мире. Допустим, мы даже видим, что атом, он имеет свой цикл жизни, электрон тоже. Он определенное количество раз вокруг атома вращается и дальше заканчивается цикл. Это ученые уже узнали. Но что человек тоже циклами живет, они не могут понять, что день сменяет ночь у нас. Есть цикл маленький в жизни, есть более большие циклы. Вот есть детство, юность, зрелость, старость. Это тоже цикл, да, мы видим вот эту часть цикла. А ту циклу, когда человек отдыхает и восстанавливается от жизни и в следующую в жизнь входит, мы не знаем об этом. Не знаем, что приходит время, человек, как мы спим ночью, точно так же он спит между циклами жизни, отдыхает. То есть, все идет циклами. И вот это вот движение циклическое по жизни действует, делает энергия времени. То есть, энергия времени, она старит все вокруг. И есть физическое старение, которое имеет два вида. Один вид, мы просто потихоньку стареем. Если бы так было, все бы умирали где-то в 100, в 90 лет. Но умирают люди раньше, потому что есть еще старение циклическое. То есть, неожиданно человеку вдруг становится плохо. И он не понимает от чего. Часто люди начинают придумывать, что-то сочинять, говорят, меня сглазили, испортили. Или еще что-то там себе приписывают необычно. А это просто действует время. Приходит время, и человеку физически становится тяжелее жить. А потом приходит время, и ему легче становится физически. И это можно чувствовать в человеке. Вот, допустим, в зеленом платьишке, вот, девушка, у вас сейчас плохой цикл идет, связанный со здоровьем. Вы чувствуете это на первом ряду? В зеленом платьишке. В зеленом. А? Чувствуете, что слабость сейчас, вялость. Это началось примерно у вас, это месяца 4 назад. И закончится месяца через 3. И все опять будет нормальная жизнь. Понимаете? То есть, работоспособность снижена, тяжело жить. И в это время человек должен совершать определенные действия, чтобы препятствовать этому зловому влиянию времени. Иначе оно может сделать неприятность. Но это уже другой вопрос, другая тема. Лекция просто вам объяснил, что такое есть. Также есть, время влияет на психику человека, на психическое тело. И это влияние, оно имеет тоже два, как бы, способа. Так, допустим, постепенно, вот, в психике человека есть энергия трудностей. И с каждой единицей времени у человека трудностей в жизни становится больше. Не потому, что они просто накапливаются, а потому, что выход этих трудностей идет с большей силой. Вот, допустим, маленький ребенок, у него выход трудностей из его судьбы, из его сердца идет очень медленно. И поэтому детство, во-первых, время кажется очень долго в детстве. А во-вторых, ребенок всегда очень счастлив, хотя он даже может болеть. Но он чувствует себя счастливым. И все люди тоже очень сильно чувствуют счастье от ребенка, поэтому его и любят. Если сейчас, допустим, взять ребенка, поставить вот здесь вот, никто на меня не будет смотреть, даже хоть лекция интересная. Все будут смотреть на ребенка, потому что от него счастье исходит больше. А когда я совсем буду стареньким, то тем более. Потому что от детей очень много счастья исходит, поэтому их хотят рожать. Вот. Но со временем количество трудностей в единицу времени из сердца выходит больше, и поэтому человеку все труднее и труднее с возрастом жить. Но есть еще циклические выходы трудностей в психике, кроме вот такого постепенного. И бывают такие периоды времени, когда психика обестачивается неожиданно, становится обесточенной. И вот этот циклический выход трудностей, он является одной из главных причин разводов. Потому что люди, в основном, они примитивно понимают, что такое любовь. Для них, как бы, они думают, любовь, это когда человек, который находится рядом со мной, меня постоянно наслаждает. Вот я смотрю, и мне классно с ним. Как только классно перестало, что мне с ним жить? То есть люди так воспринимают любовь. Это реальный факт. Вот. И они мечтают, о чем они думают? Я хочу такого человека рядом с собой, чтобы он не просто меня наслаждал, а прямо вот, чтобы супер наслаждал. И тогда это и есть мечта моей жизни вообще. Ну, вы понимаете, что все в этом мире не просто так возникает. То есть, есть вот эта энергия наслаждения, которая возникает между людьми. Потому что людей надо вместе соединить. Поэтому есть такая сила, которая сначала людей соединяет, это приводит к медовому месяцу там. Все классно становится. Вот. Но это не значит, что всю жизнь так будет. Потому что эта энергия кончается тоже. Человек потом своими силами должен научиться счастье в отношениях развивать. А это уже другой вопрос. Целая тема беседы. Как это делать? Так вот, есть циклическое влияние времени, которое неожиданно обестачивает человека. И, допустим, поднимите руку вот честно. Кто сейчас не чувствует счастья от близкого человека? Вот как будто раз у него и нет. Вот девушка у вас, это вот там вот на четвертом ряду, да. У вас, да. У вас это началось. Вот правильно, у вас плохой период идет. У вас это началось, ну, сильно буквально недели две назад, а не сильно где-то год назад. Ну, может быть, месяцев восемь. Вот. И закончится это, вот сильное влияние такое, как две недели назад, закончится где-то через три недели. А не сильное влияние связано с тем, что вы сейчас не понимаете, что надо менять саму идею отношений. Потому что вы ждете счастья, как и раньше, а надо уже его над ним трудиться. Кто еще поднимал руку? Да, вот у вас классика жанра, начался плохой период где-то четыре месяца назад. Так? Пропала любовь. Через полтора месяца опять появится. А люди в этот момент просто расходятся, думают, все, как бы, как, знаете, в анекдоте, бабушка к врачу проходит, говорит, что-то я не мочусь. И, как бы, врач говорит, а сколько вам лет? Восемьдесят. Ну, все, кончилась моча. То есть, понимаете, как бы, так и вы тоже. Ну, что теперь жить уже, кончилась любовь, все. Понимаете, она не кончилась, так просто действует время, что вот сейчас ее отняло время у вас, а потом раз, через полтора времени, и вернет через полтора месяца. Люди часто так бросили, а потом опять вернулось. И думают, что-то я поторопилась. Понимаете?